Хочешь испытать свою удачу? Тогда заходи на сайт ватшоп. Тут можно выиграть голду и премиум танки. Каждый день можно поучаствовать в бесплатном розыгрыше танков. Заходи и играй на ватшоп.нет Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси и вы смотрите рубрику Самые эпичные выстрелы на арте. Данная рубрика призван научить вас в первую очередь лучше сейвиться от арты и не совершать глупых ошибок. Да, многие скажут, что это все фуфло и от арты там скажут, скажем так, все равно прилетит, если так вам суждено. Ну, в некоторых случаях я с этим согласен, но все-таки часто игроки совершают некоторые ошибки. Ну, вот, например, Шкоди Т-50 в начале боя прилетел, скорее всего, просто потому, что ей не повезло, что довольно часто бывает. А вот ФВ-215Б-183, я считаю, получил совершенно заслуженно, потому что он тут секунд 30 стоял на одном месте. Ну, конечно, при такой игре получишь такую вот нехилую плюху. Т-110Е3 тоже на открытой местности, на медленный ПТ-САУ, конечно же, получает ваншот. Ну, да, это, конечно, жестковато, но что поделаешь, бывает и такое. А вот еще одна распространенная ошибка, это где-то стоять в начале боя, где вас гарантированно засветят, на СТ-шке особенно. В таком случае вы, вероятно, получите плюху от арты, потому что она уже сюда сведена, как правило, в начале боя. И стоит вам чуть-чуть застояться, и вы получите ваншот от нее. Ну, это в крайнем случае, ну, или очень много ХП потеряете. Центрион Экшен Икс спрятался тут в городе, старается он, видимо, тащить как-то катку, но что-то пошло не так, и оказывается, даже тут артиллерия простреливает порой. Следующий выстрел произведен по ВК-45-02. Тут, в общем-то, казалось бы, тяж был в сейве, но оказалось, что можно и тут достать его. Следующий выстрел произведен по медленный ПТ-САУ Т-30, но при свете, конечно же, медленный ПТ-САУ на открытом пространстве страдает, и это стоит запомнить. Лучше не занимать такие вот позиции на медленных танках, это будет чревато некоторыми последствиями, весьма печальными. Далее подловила, в общем-то, артиллерия СТ-шек на горе, будьте на подъеме тут чрезвычайно аккуратны, так как арта может вам прислать плюху, и это будет, опять же, весьма неприятно. Следующий выстрел на ФВ-38-05 произведен по СТ-шке, которая отстреливала свой барабан, вообще барабанные танки часто так делают, стоят там, отстреливают барабан, и в итоге получают очень смачные плюхи. Интересно, арта достала АМХ-50Б, опять же, смотрите, не стойте тут, оказывается, тут арта прокидывает. ФВ-38-05 замечает противника на Леопарде-1, который прорвался тут, и уже пытается разобрать он артиллерию союзную, и у него это выходит. Но, к счастью, противник подставился и удалось попасть в близкой дистанции, но, правда, арту это все равно не спасло. Но зато хорошая плюха вышла. Часто ПТ-САУ занимает позицию в кишке для того, чтобы пострелять издалека, но, опять же, при засвете эта позиция хорошо простреливается, и часто арта, ну, с самого начала боя туда сведена. В общем, имейте это в виду. В следующем выстреле можно посмотреть, как СТ-шки Е-50М. Тут должно было достаться, но не досталось в итоге, а вот досталось кому-то совершенно другому. АМХ-50Б, который даже не светился. Но это просто невезение именно у француза. Такое вот иногда случается, к сожалению. Обратите внимание, что с левой стороны вот этого вот холмика лучше всего простреливает артиллерия. Если кто-то особенно высовывается вот из-за этого камня, то ему, конечно же, может очень больно прилететь. Вообще место довольно опасное, и арта тут много где простреливает. Если не едете сюда, то сразу же рискуете уже. ФВ-38-05 стреляет по Е-5, которого загуслили. После чего происходит вот такая вот смачная плюха, и Е-5 не поздоровилось. Рекомендую мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Такое ощущение складывается, что многие думают, раз это городская карта, то можно стоять по полчаса на открытом месте где-нибудь, и тебя арта не убьет. Часто это заканчивается такими вот фейлами. Японец улетел в ангар. Объект 261 в начале боя стреляет, в общем-то, блайндом. Повалилось дерево, и он как-то смог по этому знаку определить, где танк. Кинул на упреждение и забрал фулового ТВП. Это просто суперскилловый арт-сау-выстрел получился. Как бы странно это ни звучало. Далее у нас Буратос стреляет по Т-54Е1. Ну, противник просто встал на одном месте, отстреливает барабан, особо не двигается там. Не знаю, может быть он думал, что он в сэве, типа за камушком. Но это место отлично простреливается артой. Естественно, это ваншот. В общем, сам достоялся. Будьте тут осторожны. Су-14-2 в начале боя замечает Н-103. Тоже открытое пространство. Все простреливается абсолютно, кроме, может быть, вот этих вот вагонов и моста. Тут нужно предельно быть осторожным и не стоять на одном месте. Хотя на тяжике это порой сложно сделать. Как вы можете видеть, противники весьма несыгранные. Постоянно толкают друг друга. Ну, это часто приводит к тому, что артиллерия может попасть по кому-нибудь. Хотя в данном случае это не привело к этому. Просто Е-5 начал клинчеваться. И клинч это тоже, в общем-то, весьма глупое занятие во многих случаях. Если арта простреливает, то арта не жалеет ни своих, ни чужих. И обоих может накрыть без сожаления абсолютно. М-53 стреляет тут по Е-50М. И просто великолепно попадает по СТ-шке. Ну, тут просто, в общем-то, шанс попасть был весьма высокий. Т-92 стреляет по Е-100. Тяжик, как вы можете видеть, стоял долго на одной позиции, не двигался. Ну, и это просто, в общем-то, закономерно, что он получил такую плюху. Снова у нас клинч. И снова такой вот ваншот. Не стоит клинчеваться, если простреливает арта, будет только хуже. Далее у нас просто фейл из фейлов. Я не первый раз вижу, как кто-то тут высовывается и получает в бочину. Главное, так совершенно неаккуратно выяснился этот С-7. И мне его даже не жалко, потому что действительно совершил грубую ошибку. Су-14-2 стреляет по Ягдтигру. Ну, тут все, в общем-то, закономерно. Медленная ПТ-САУ с огромным корпусом поехала на гору. Стояла. И, конечно, ее отправили в ангар. Наверное, вы спросите, а как можно не стоять там? Что делать? Сидеть в кустах? Открою вам секрет, да? Приходится сидеть в кустах. То есть, или получаешь ваншот, или где-то за камнем сидишь. Ну, и поэтому нету в нашей игре частенько на таких картах активного геймплея какого-либо. И это не очень хорошо. Ну, да ладно. Идем к следующему выстрелу. ГВ Тигр стреляет тут тоже по Ягдтигру. Это у нас режим Шторм. И, ну, как вы можете видеть, эта позиция простреливается. Хотя я думал, что сейв все-таки присутствует тут. Друзья, на этом все. Не забывайте присылать свои реплеи. Также новая рубрика. В общем-то, открылась эпичные тараны. Вы знаете, что делать. Присылайте на нее реплей за лучшие. Возможно, я дам голду. Если там прям действительно эпично все. Ну, и спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал также. Это обязательно, в общем, нужно сказать в конце. И до скорых встреч. Пока.